всем добрый вечер как меня попросили показать как переворачивать шкуру весы потому что есть такое мнение если она маленько подсохла то это тяжело ну очень важно именно то что она должна подсохнуть правильно и правильными зрения сам собой я покажу мне кажется я уже где-то снимал я не помню что-то сам посмотрел не нашел не не трудно не тяжело веса сушилась сейчас точно ровно 2 суток при температуре 10 градусов сервер моего сына пока больше мне не дает и не хватает нормально хорошо у меня испортится не картошка и сюда лук но вряд ли вы слышите наверно вот шуршащий звук какой да и сама по себе шкура она уже сухая и перевернем если у кого то есть вопросы молодых охотников или чудо не стесняйтесь спрашивайте я тоже учусь пока только вот охота на нотку например на зима как нотка выглядит но благодаря подписчикам и вашим советам или все-таки начал охотиться и на нее тоже д и теперь друзья тоже спрашивают как чего сегодня продолжил знакомому пару петель так шуршит шуршащая главное не пересушить я говорю двое суток при температуре 10 градусов она у меня висела можно было бы нам же наверно чуть-чуть поменьше вот так как на работу переворачиваю как он голову засовываешь вовнутрь ну и пошел поехал чуть-чуть пересушенная шпора она уже будет скорее всего перерываться или действительно очень трудно заворачивать ее можно было бы чуть-чуть поменьше ну ладно это нормально это абсолютно стандартная стандартное требование вот такое как она у меня сейчас высохла так что и естественно чтобы не было ногтей да лися шкура тем более вот такая сухая она не любит этого у меня было нечаянно как-то лень было наверно послечь ничего не помню но порвал в принципе я не знаю сколько у меня времени сейчас заняло несколько минут до выворачиваем уши как всегда потому что они должны быть опять же по стандарту так ладно скажем от носа от морды мне маленько отсутствует потому что стрельнув руках вырву одну сторону да ну и направила обратно да важно чтобы шкурка висела уже после того как вывернули опять направила точно так же как она и была так же закрепляем сверху нос лапки вообще-то должны выглядывать где-то сантиметров опять это я тоже уже где-то говорил я это не делаю не это не нравится не просила и шкуры они у меня и так довольно хорошо поднимается так теперь чуть-чуть видно вот хоть и одевал пакет подсохшая кровь на никаких проблем просто расческой прошли маленечко и все прекрасно и все довольны кроме меня 10 граммала я шучу конечно принцип то же самое я имею ввиду штукаем иголки сначала так оно и было на эту же ширину делаю пролева закручиваю пролева мои все видели уже давно вот так раздвигается слишком много в ширину не надо но и втыкаем точно так же опять же иголки как они и были я не знаю может кто-то не знает из молодых охотников так надеюсь видно сюда подвину короче тянуть здесь уже вниз нечего так как шкурка высохла делаем нижние лапки вот этот кусок например не не понравился просто отрежу его это опять же товарными как говорится так как две иголки снизу в одной палок в одной палок так наверняка расчешу в принципе это можно и потом они все ручки поймут переворачивая и очень важно именно около хвоста тянуть в сторону хвоста и стыкаем здесь еще здесь если маленькая мальчина будет именно в сторону хвоста это не страшно хотят чтобы она там почему-то была натянутая ну вот в принципе красавый красивый вот такой рис иголка у меня опять она пошла в мусор они все недолговечные потому что производство наших друзей китайцы и уши обязательно натягивать уши в принципе я тоже не знаю зачем темно до головы вот так отрезают было все но в такая ламы иголки у кайотов иногда приходится втыкать двумя иголками кайотов можно оба лука одной иголкой и теперь что очень важно здесь оставлять я эту шкуру уже не буду потому что она скажем высохла да теперь обязательно на холод до до сдачи она должна у меня быть если не при минусовой то хоть при нулевой температуре ну так как у меня скажем в гараже ставлю сейчас меня там кошки живут очень много 6 штук они не дадут ласки подобраться этой шкуре ну и сами они шкуры тоже не употребляют пока им хватает и так ну или к себе в доме разницы нету ну и чтоб комбенсата не было так я последний раз показывал поставил здесь у себя в мастерской на гаранде маленечко конденсат у нас сейчас опять минус 30 я сегодня оставил миром после того как показал каюта было очень холодно серьезно очень холодно с ветром минус 39 желания не было никакого но время идет сезон уходит так что завтра будем смотреть насчет зайцев и писец вот это сейчас у меня вот это скоро перекочует другое место ну и в принципе здесь нет ничего тяжелого как я буду молодые ребята говорят если она высохла шуршит и у перевернуть невозможно в россии например у меня у меня было на россию лицинги за все свое охотничье скажем прошлое потому что я их сдал и мне дали всего за две упаковки 12-го калибра патронов с пятеркой но они мне 200 лет не нужны были и тем более через патрон без дрови я стрелял и потом находил полкновенный пыжи и потом когда додумался стал разбирать действительно так он и было почти каждый третий патрон был без гроби но зато лесу мне взяли ну правильно наш охотовед ездил в то время на иномарке пола стал умнее охотятся только на зайцев хорошо ребята еще раз говорю если вопросы будут обращайтесь какие проблемы не помогали советами если не нужны будут вам тоже помогу давайте до встречи